Всем привет, с вами Светлана, и сегодня я вам вкратце расскажу, как изменились цены на квартиры в Анапе. Я хоть уже немножко риэлтор без дел, но за ценником слежу и, конечно, знаю, как оно росло с учётом того, что ещё четыре года назад можно было купить квартиру за 40 тысяч квадратный метр, и это было не сказка, это было реальностью, но те, кто купил, те молодцы, а кто не купил, сейчас должны наблюдать вот такие вот цены. Так, например, во временах года, которые полностью уже сданы 16 корпусов, минимальная цена сейчас на квартиру без ремонта 37 квадратов в районе 3 700-3 800, 100 тысяч за квадрат, двухкомнатная от 5 200 и выше. На недостроенные дома Южного квартала сейчас тоже разные цены, студии начинаются от 3 800-3 900 и заканчивая там 100 тысяч за квадратный метр, то есть студии 120 тысяч, однокомнатные 100 тысяч, двухкомнатные 95 тысяч за квадратный метр. Собственно, исходите от этого и понимаете цены в этом корпусе. Раньше микрорайон Горгипия был в бюджетном ценовом сегменте, однако сейчас там тоже уже однокомнатные в районе 3 500-3 800 небольшие планировки. В ЖК привилегия, которые уже сданы корпуса, то есть это первая привилегия, там тоже ценник такой же 100 тысяч за студию квадратный метр, то есть 2 600 за 26 квадратов и выше, однокомнатные от 4 миллионов и выше, двухкомнатные тоже в районе 5-6 миллионов и выше. Да, такие цены, причем если будет с ремонтом квартира, то еще дороже. Давайте теперь на высокий берег в притяжении тоже студии от 3 200 и выше, однокомнатные тоже в районе 4 500 и выше, то есть везде ценники больше 100 тысяч на однокомнатные квартиры рядом с морем, это высокий берег, видите, море с невооруженным глазом. И соседний ему тоже южный 2, он также от 100 тысяч за квадратный метр, но разница только, что на первых этажах немножко может 90-85, но в основном 100 тысяч за квадратный метр. И таким образом мы дошли до самого дорогого ЖК в нашем обзоре, это джемите, это апартаменты, это коммерческая недвижимость, так вот студии здесь от 4,5 миллионов, это 30 квадратов, однокомнатные от 5,5 и выше. Ну, как вы понимаете, здесь абсолютно маленькая-маленькая часть жилых комплексов, просто вот с которыми я работала, продавала квартиры, да и в целом, да, вот Горгипия, например, как в бюджетном ценовом сегменте, очень много комплексов я сюда даже не брала в обзор, но чтобы вы понимали, что в разных частях Анапы везде ценники подросли, к сожалению, сейчас однокомнатная квартира меньше 100 тысяч за квадратный метр, ну, просто нереально найти в новостройке, пусть даже недавно сданный дом, все равно это очень сложно. А с ремонтом еще сложнее, то есть это однозначно, ремонт влияет на конечную стоимость, если он есть, то в цене, конечно, не 100 тысяч за квадратный метр, а уже больше. Поэтому, кто успел, тот успел, кто не успел, ну, наверное, многим не избежать ипотеки, а, к сожалению, у нас не все комплексы работают с ипотекой, хотя сейчас, конечно, все уже понимают тенденцию к росту цен и уже начинают все-таки идти навстречу к покупателям и делают ипотеки, но у нас, знаете, в чем суть? Вот те комплексы, которые у нас должны были строиться, да, там по плану очень давно, даже еще с весны, с зимы того года обсуждалось, они не строятся сейчас, потому что у нас заморожены стройки. Единственные стройки, которые я знаю, что сейчас идут, например, Гамма строит у нас в Раевской коттеджный поселок, но, опять-таки, это не квартиры, и Каскад строит сады у моря в Темрюке, еще дуплекс Суко, ну, в общем, это не в Анапе сейчас идут стройки, а те стройки, которые сейчас еще идут, то есть это те, которые уже были заранее даны разрешения, то есть там вторые очереди, третьи очереди, так, например, Южный квартал достраивает корпуса, Привилегия 2 достраивает корпуса, Черное море достраивает корпуса, Притяжение Южный 2, они уже, можно сказать, даже визуально видно, что они готовы, но новых строек, да, где можно было бы вложиться на котловане, сейчас нет. Продолжается строительство бархатного сезона сразу за ЖК времена года, это вот по стройкам ЖК Лазурный продолжает строительство, Горгипия продолжает строительство, но уже нигде нет котлована, то есть очень давно уже прошло это время, когда были стройки на котловане, поэтому, конечно, сейчас ценник будет продолжать расти, и мне кажется, что он будет расти неизвестно сколько, пока, наверное, всю Анапу в полях Гастагаевска, Натухаевска и к Виноградному не начнут строиться, чтобы расшириться, так сказать, в отдалении от моря, если только так начнут строиться, потому что вот уже сейчас заморожены стройки, когда они будут вновь разморожены, или какие комплексы появятся, никто из нас с вами не знает, поэтому ценник растет, будьте внимательны, если вам будут предлагать вторичку гораздо дешевле 100 тысяч, тоже задумайтесь, потому что вторичка, она, ну, может, немножечко меньше стоить, опять-таки, если это какая-то там срочная продажа, ну, здесь нужно понимать, действительно ли это срочная продажа, могут также и свежие недавние стройки чуть-чуть дешевле продавать за счет того, что, опять-таки, срочная продажа, но дешевле 85-90 тысяч однокомнатную квартиру в Анапе сейчас действительно, ну, мне кажется, не найти в нормальном доме, да, вот в нормальном комплексе, потому что, понятно, есть такой термин, там, старое ветхое жилье, еще что-то, да, можно будет найти дешевле, но нужно ли оно вам? Всегда помните о том, что бесплатный сыр только в мышеловке. Я сейчас не работаю в сфере недвижимости, просто слежу за ценниками по старой привычке, плюс еще очень много чатов, в которых я сижу, риэлторских, и я понимаю, что действительно цены, да, должны расти еще на 2, на 3, на 4 тысячи в ближайшее время, там, они постоянно повышают, никого сюда не заманиваю и также не отговариваю, если у вас в планах есть покупка, в принципе. Смотрите сами, вот актуальные цены на февраль в Анапе, ну, это не все комплексы, это я просто вам разные взяла точечные, чтобы показать, что неважно в какой части Анапы, все равно ценник везде, планомерно, одинаково растет уже студии 120, 110 тысяч, однокомнатные 100, 95, двухкомнатные 90, 95, то есть они особо от однокомнатных, если это малые размерки, они не отличаются, если это уже больше 55, да, то, может быть, чуть-чуть меньше, ну, а так, в целом, на этом все, пишите, стали бы вы покупать сейчас по этим ценам квартиры, вот даже если бы у меня было сейчас 3 миллиона на руках, я бы не знаю, мне бы страшно было покупать, с другой стороны, своя квартира, свою недвижимость в Анапе, пусть даже студия за эти деньги, ну, опять-таки, еще надо ремонт делать, да, за эти деньги в этой студии, поэтому, конечно, да, а кое-кто умудрился купить двухкомнатную квартиру за 3 миллиона еще, получается, полтора года назад, да, цены выросли, а кто-то не верил, что они будут расти, ну, мыльный пузырь, что могу сказать, так, кстати, всем пока-пока, пишите комментарии, с вами была Светлана, до новых встреч, все равно приезжайте в Анапу отдыхать, но если прям есть мечта переезжать на море, не слушайте меня, переезжайте, потому что это только ваша жизнь, мне постоянно спрашивают, переезжать, не переезжать, я, честно, не могу вам ответить на этот вопрос, вот прям четко, потому что, если есть мечта, вот прям мечта, то переезжайте, если думаете, ну, поживите здесь какое-то время, а потом уже принимайте решение, пожив здесь, все-таки лучше узнать, как бы, город до таких серьезных финансовых вложений, всем пока-пока!